Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Разные же бывают люди. У каждого свои проблемы, мысли, интересы, ценности. Каждый живет по определенным принципам, ставит для себя определенные рамки. У кого-то они слишком широкие, а у кого-то совершенно отсутствуют. Вот пришлось мне в жизни столкнуться с довольно комичной ситуацией, когда человек продемонстрировал всю суть своей сущности в тот самый момент, когда я уже был готов пойти на крайние меры. Я тогда еще только встречался со своей будущей женой. О семье и свадьбе пока не могло быть и речи. Мы на тот момент лишь начинали наши отношения, и нам было довольно сложно. Родители у Аньки были достаточно строгими, так что домой она должна была идти не одна и всегда до 10 вечера. В тот день родителей у нее дома не было, и мы просидели под ее окнами несколько часов до глубокой ночи. Потом я провел и пошел на остановку. Жил я на другой стороне города, а туда почти никакой транспорт не ездил. Но мне повезло, ведь именно от Ани ехала одна единственная маршрутка, почти прямо к моему дому. До ее прибытия как раз оставалось 15 минут. Когда я подошел к остановке, то сел на одну лавку и заметил еще несколько занятых. На одной из них спала нетрезвая парочка, а с другой стороны в таком же состоянии сидели бездомные. Я заметил, что у одного из спящих есть бананка или барсетка, что-то где есть карманы. Я только успел начать сопереживать мужчине и его деньгам, как тут один из бездомных встал и стал обходить спящих. Будто бы проходя мимо, он постоянно оборачивался, останавливался, присматривался к парочке. Будто оценивал уровень глубокого сна людей. Я постарался не обращать внимания, но вдруг понял, что не могу оставить человека в беде, даже если он спит и находится не в лучшем состоянии. Я уже хотел вставать и отгонять бездомного, но тут случилось то, что повергло меня в шок. Мужик тихо подкрался к спящей парочке, вытянул руку вперед, зажмурил глаза и будто бы фокусник с 10-летним стажем легким движением руки вытащил на половину полную бутылку с сомнительной жидкостью внутри. Когда он это сделал, я вроде и вздохнул с облегчением и вроде как ржал на всю остановку. Стою теперь и думаю о том, какие же бывают разные люди. Я-то думал, что он у него деньги стащить собирается. Смешная ситуация вышла. Действительно, у каждого человека свои ценности в жизни. У каждого поголовно. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.